Всем привет! Меня зовут Артем Разинов, я работаю в компании Avita. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как мы внедряли диплинкинг в наше приложение. Структура доклада будет такая. Я сначала скажу, что такое диплинкинг и зачем он нужен. Затем я остановлюсь на кейсе использования для переноса логики навигации на сервер. Это самая сложная часть диплинкинга. Далее расскажу, какие задачи нами решались и немного хардкора реализации. Что такое диплинкинг? С английского языка диплинкинг переводится как глубокое связывание. То есть это использование ссылок на ресурс, который находится глубже главной страницы сайта или первого экрана приложения. Ссылка на веб, это Google и дальше какое-то уточнение, которое ведет на более глубокую страницу, чем главное. И также диплинкинг на приложение ведут на какой-то экран, не главный. В вебе это все уже давно используется, а в мобильных приложениях пока еще много нерешенных вопросов. Вот это пример диплинка. Это URI, Universal Resource Identifier. У него есть схема, путь и параметры после вопроса. Для чего нужны диплинкинг? Классический пример для iosеров это для связывания сайта и мобильного приложения. То есть, например, юзер находится на сайте, кликает на ссылку, которую наше приложение поддерживает, и ссылка открывается. Ну вот, можно просто ввести такую ссылку в Safari, нажать ОК, и iOS скажет, что это приложение можно открыть. Вот мы перешли на экран подачи нового объявления. Пуш-уведомления. Если механизм в iOS OpenURL предполагает диплинки, то в пушах это немного кастом. То есть, у нас есть мессенджер какой-то, допустим. Мессенджер позволяет пользователю общаться, пользователь получает пуш, и в пуше можно прислать ссылку, например, на экран чата. Также можно управлять навигацией из других источников, например, Force Touch в iOS. Можно задать список действий по Force Touch и в списке указать ссылки, диплинки. Ну, самая сложная часть – это перенос логики навигации на сервер. Я выделил это большими жирными буквами, об этом будет доклад, собственно. Реализовать пуши, OpenURL – это все можно на Stack Overflow почитать. Быстренько заходите пару таких диплинков, и все у вас будет прекрасно работать. Но у нас в приложении система диплинкинга возросла в основном благодаря переносу логики навигации на сервер. Я вам сейчас объясню, что это значит, зачем это вообще нам нужно, это вообще главные вопросы. Прежде чем что-то предлагать, какое-то решение, нужно ответить, зачем оно нам нужно. Я покажу, какие задачи мы решали за счет переноса логики навигации на сервер, и в конце обсудим реализацию. Под переносом логики навигации на сервер мы понимаем следующее. То есть нам приходит кнопка в виде заголовка и диплинка. Не какие-то там флажки или статусы, а кнопка и действия. Рассмотрим пример экрана с неактивным объявлением. Его можно активировать, редактировать, удалить. Вот, это кнопки. И нам нужно реализовать как-то эти кнопки в приложении, чтобы для разных статусов объявлений кнопки были разные. И мы сначала рассмотрим очень плохой пример решения этой задачи, и затем посмотрим, как то же самое решалось, если мы бы прислали диплинки. Классическое решение – это когда у вас есть General Purpose API, так называемый. Он выдает вам какие-то чиселки, айдишники, статусы, флажки. Это очень популярно на самом деле сейчас, но постепенно все приходят к более гибким решениям. Ну и решение такое – передать API, передает статус Inactive. Мы в приложении делаем свитчек по этому статусу, смотрим кейс Inactive и говорим, значит, если у нас объявление неактивное, значит, мы можем его активировать, редактировать и удалить. Это хардкодная логика. Соответственно, поменять хардкодную логику можно только за релизи в приложении, а это занимает очень много времени. Нужно разработать фичу, протестировать, в регрешен отдать, потом подождать, залить в App Store, оно должно пройти ревью. Это все тоже очень долго, и мы, собственно, поэтому их так хорошо, тщательно должны протестировать. У нас нет права на ошибку. И, соответственно, если придет менеджер и скажет, что надо какую-то кнопочку убрать, то это будет очень много времени занимать, а с диплинками это бы решалось за один день буквально. Есть другой способ решения этой проблемы без диплинков, который тоже применяется. Это мы передаем действия. То есть, если мы хотим менять кнопки из API, мы можем передавать действия. То есть, каждое действие тоже задается и нам, и приложение пробегает по массиву действий. И, кстати, строчки тоже можно присылать, в принципе. Приложение пробегает по массиву действий, уже не хардкодит эти кнопки, а просто, если видит действие, если юзер тапает на это действие, мы осуществляем переход. То же самое с диплинками. Это вообще идентичное решение, если мы рассматриваем один и тот же экран. То есть, приложение тоже нам передает эти кнопки, передает действия, и мы не хардкодим это в приложении. Так теперь давайте рассмотрим, почему передавать и нам хуже, чем диплинк. Если у нас только вот эти три кнопки в приложении вообще, то мы просто и нам бы сделали, и все. Но у нас в приложении очень много логики, связанной с объявлениями. Ну, точнее, мы должны поддерживать много логики. У нас может приходить много действий, много кнопок. И если бы мы все сделали на инамах, мы бы просто наплодили кучу инамов. Также, если какие-то параметры надо было бы передавать, мы бы тоже выдумывали какие-то велосипеды, передавали бы параметры. И зачем, спрашивается, изобретать велосипед, если можно использовать URI? Для действий. И еще один профит – это в том, что мы можем сделать универсальный механизм для обработки. То есть мы можем взять и поддерживать на этом экране все диплинки. Или также мы можем поддерживать редактирование с какого-то экрана, или из пуш-уведомлений, или с форстачи, или еще откуда-то. Профит в том, что так проще. И египче. Вообще мы делали все так круто ради будущих проектов, таких как еще большее разделение функционала по категориям. Например, в услугах там можно в будущем будет выбрать исполнителя услуги, там откликнуться на вакансию. Вот это все нам… Мы об этом думали, и мы думали, как это сделать все хорошо, и пришли к диплинкингу. Но у нас летом произошел редизайн. Мы все там переделали, всю подачу, всю выдачу. И проекты заморозились, ради которых мы диплинки делали. Но вот какие-то есть у нас все-таки проекты, которые прямо демонстрируют, как очень изящно можно решить задачи с помощью диплинкинга. У нас был проект монетизации категории «Работа», и там мы ввели платный доступ к контактам резюме для работодателей. Вот эти вот кнопки контактов есть на экране объявления, внизу синие. «Позвоните, написать». Они всегда ссылались на звонилку и на чатик. Ну, раньше еще ссылался на email, когда чатика не было. И для реализации функции платного доступа к контактам нужно было поменять действие этих кнопок. И мы ввели диплинки на эти кнопки вместо флажков. В том числе флажок был phone only у нас очень некрасивый, который отключал возможность писать сообщение. Ну, сейчас это диплинками очень хорошо решилось. Просто не приходит кнопка. Давайте рассмотрим, как работает платный доступ. Мы переходим в… У нас сейчас в тестовом регионе это запущено только. То есть надо еще поискать. Например, в Курске можно найти такие резюме. И вот в Курске мы открыли объявление. И вот эти вот кнопки пришли у нас. Они не ссылаются на звонилку и на мессенджер. Они у нас ссылаются на экран оплаты. То есть юзер нажимает на кнопку, переходит по диплинку на экран оплаты и списывается просмотр. Все отлично. Теперь переходим назад. Обновляются данные, обновляются кнопочки. Юзер теперь может позвонить или написать. И у нас сейчас, кстати, закончились пакет просмотров. И теперь у нас приходит кнопка на разовую оплату. Потому что пакет закончился. Вот видите звездочку в верхнем правом углу. Она у нас беленькая. Запомните это. Юзер нажимает на эту кнопку и происходит переход по диплинку на экран разовой оплаты. Юзер все оплачивает. Вот. Показывается сообщение, что доступ оплачен, и юзема добавлены в избранное. Вон оно добавлено. Мы тут перезагружаем экран. Тоже по диплинку. И кнопочки теперь ссылаются на чатик. И, в общем-то, мы сделали такую вещь, которая позволяет вот эти кнопочки очень конфигурировать легко. Там можем тестовый доступ включать, можем какую-то логику менять на сервере. Вот. Все очень гибко, удобно и очень просто. И мы взяли и в результате таких вот удачных решений, нам все это очень понравилось, мы стали диплинки добавлять везде. Мы сделали очень удобный механизм для этого. Нам это ничего не стоит добавлять в диплинки. То есть нам это даже легче сделать, чем без них в итоге. Ну и давайте перейдем к хардкору. Реализация, как это у нас сделано. Мы сразу захотели сделать универсальный механизм обработки диплинков, чтобы с каждого экрана можно было бы открыть каждый диплинк. Это дает нам гибкость. Под экраном мы понимаем модуль Viper. У нас используется эта архитектура. Я думаю, многие тут знают. Кто знает Viper? Поднимите руки. Ну, MVP это. У нас в центре это презентер. Он управляет интерактором и вью. То есть презентер говорит интерактору дай данные, вьюшке говорит, покажи данные. Он еще и предоставляет интерфейс модуля наружу, если мы хотим комбинировать модули как сабмодули. И еще в нашей модификации Viper есть роутер, который управляет хардкодной навигацией. Презентер говорит, покажи экран объявления роутеру. Роутер показывает. Так как же универсально обрабатывать диплинки. Роутер у нас осуществлял хардкодную навигацию, а нам нужна не хардкодная, а гибкая. Естественно, нам нужна какая-то штука, которой презентер будет говорить. Покажи мне диплинк. Открой диплинк. И такая универсальная штука мы сделали. Диплинк хендлинг сервейс, которому можно сказать по хендли диплинк и откуда диплинк пришел тоже. Это диплинк оригин, pushy, openurl, force touch и current module. Current module прямо на этом акцент сделан, что это текущий модуль, потому что если мы открываем из текущего модуля, мы это должны делать по-другому, нежели чем из push. Вот мы чатик открываем, у нас есть табар, юзер получает push, нажимает на него и переходит на экран чата. Если он выходит из него, он попадает на экран сообщений и у него табар сообщения, то есть как будто он сам зашел. А если с текущего модуля, мы просто pushy, мы просто пушим юконтроллер. Поэтому разница есть. Диплинк хендлинг сервейс принимает с собой диплинк как сервейс ссылку. Также мы рассмотрим потом распаршенный вариант уже. Распаршенный вариант – это инам у нас. В инаме перечислены все кейсы, все возможные диплинки. То есть после парсинга сырой ссылки мы получаем четко value вот этого инама, которое четко можно открыть. Открыть объявление со строго типизированным параметром, также optional может быть параметр какой-нибудь. Например, если строго типизированный параметр, это не optional параметр, не распаршится, то считается, что весь диплинк не распаршился. За конкретную обработку у нас отвечает диплинк хендлер. Он имеет единственную функцию – обработай меня. То есть вот сколько у нас диплинков есть, столько у нас кейсов в инаме, столько у нас обработчиков этих диплинков. И вся логика, которая происходит по диплинку, она в диплинк хендлере и больше нигде. То есть это разделение ответственности. Занимается сопоставлением диплинка распаршенного и диплинк хендлера, диплинк хендлер фэктори. Вот упрощенный диаграмм последовательности. В нашем случае из модуля открывается какой-то диплинк. Презентер говорит диплинк хендлинк сервису, обработай мне диплинк. Затем диплинк хендлинк хендлер получает у фэктори диплинк хендлер, создает его, и диплинк хендлинк хендлер вызывает это. Это очень упрощенная схема, на самом деле все сложнее. И в данном варианте вот у нас все заканчивается на диплинк хендлере. Больше никаких побочных эффектов, ничего не хендлим. И так у нас действительно какое-то время было. Мне вот тут Тимур сказал, что кодом проще будет. Еще он сказал, что вот это вот не нужно, вот эти вот DI. Сказал, убери их, я их убрал. Или так лучше? Тимур, так нормально? Вот. Вот у нас все начинается со списка чатов. У нас есть чат лиц-презентер, он говорит DeepLink Handling Service, обработай диплинк, который он получил, например, из опишки. DeepLink Handling Service реализует эту функцию так, берется, достается диплинка, распаршенный из парсера. Если он распарсился, он передается в Factory, создается DeepLinkHandler. И дальше DeepLinkHandler просто вызывается. Factory работает как-то так. Она свечит по DeepLink, injected параметры и какие-то другие зависимости, например, ApplicationModule. Реализация DeepLinkHandler обращается к этой зависимости, ApplicationModule говорит, покажи чат с заинжекченным параметром. У нас сейчас приложение ApplicationModule как раз занимается отображением экранов по DeepLinkHandler. То есть там все экраны, которые можно по DeepLinkHandler открыть, он поддерживает. То есть набор таких функций мы решили засунуть сюда. Он и TapBar может управлять, Tap менять и все такое. Итак, мы рассмотрели такую простую реализацию универсального механизма DeepLinkingHandler. Она действительно может быть такой, если не усложнять. Что бы я вам хотел посоветовать, если бы вы хотели реализовывать что-то похожее у себя? Обязательно делайте слабую связанность кода, потому что если у вас DeepLinks будут создавать какие-то побочные эффекты, вы будете размазывать код по многим местам. Это просто ужасно. Мы когда очень быстро сделали Messenger, мы, собственно, так и сделали, но потом решили все порефакторить. Разделяйте ответственность. Это тоже мне очень нравится в нашем решении. Просто удовольствие получаю, когда я его смотрю. И вот очень важный момент – это абстрагирование от навигации iOS. Отсутствие побочных эффектов со стороны навигации. Вот у нас все заканчивается на Handler, он просто показывает экран и все. Это у нас возможно благодаря тому, что у нас есть крутая навигация. Маршрут, система, которую Тимур будет о ней вещать сегодня. Мы просто говорим «покажи экран», все, потом можно его закрыть очень хорошо. И больше вообще не думать о навигации. Также мне очень понравилось мое решение, которое я придумал для того, чтобы описывать DeepLinks. Сначала у нас DeepLinks описывались как-то так. У нас был Enam, и у него была куча кейсов, которые являлись путями. Поэтому Enam у парсера очень легко мог генерировать конкретный кейс и кидать value в factory. То есть все очень просто для парсинга. Factory свечила, создавала хендлеры и занималась также обработкой параметров. То есть, заметьте, тут у нас есть название параметра, а там у нас путь. То есть опять размазано по нескольким местам. Это все очень удручало, особенно когда у нас стало очень много DeepLinks. А у нас также была документация по DeepLinks, которые могли смотреть менеджеры, другие разработчики. И там все было хорошо. То есть у нас был путь, у нас тут же были параметры прямо в одном месте, очень все удобно смотреть. Смотреть описание, публичные ссылки там можно из веба открыть, нет. И я подумал, почему вот то же самое в коде и не описать. И я создал класс DeepLinksSpecifications, Swift, в котором описаны все DeepLinks. То есть тут описано все то же самое, что и в документации. Такая декларативная запись получилась. Путь, версия. Мы версию используем для DeepLinks. Версионирование публичной ссылки. И вот параметры. Вот это вот парсится опциональный параметр, а вот это вот не опциональный. То есть если кидается exception, этот вот билдер падает. Ну, типа сваливается в кетч и не возвращает нам DeepLinks. Кстати, насчет версии я тоже хочу сказать, что мы ввели версию, но она нам не пригодилась. И у нас DeepLinks немного уродливые получились из-за этого. А если бы мы версию не сделали, мы бы в любой момент ее смогли добавить. Так что, если будете делать, подумайте над версией DeepLinks. Какие позитивные моменты тут есть в таком описании? Декларативный стиль. Очень удобно читать, очень удобно смотреть. То есть я вообще в документацию уже не смотрю, я смотрю в этот класс. Как-то так проще. Все в одном месте и все очень просто. У нас до этого все заканчивалось на DeepLinks Handler. Но у нас задачи этими не заканчивались, и мы должны были более сложные вещи делать. Например, в чатике есть менюшка, и там есть два действия. Добавить спам или удалить. И мы это тоже сделали DeepLinks. Видите, произошел запрос, в спам добавился чатик, тост показался, экран закрылся. Это все эффект DeepLinks, который был оказан на текущий модуль. Мы закрыли экран, мы показали тост, мы совершили запрос. То есть изменилось состояние текущего экрана. Мы должны поговорить о механизме обратной связи, то есть действия DeepLinks на экран. Мы также хотим, чтобы каждый DeepLink открывался с каждого экрана. Мы также хотим реализовать обратную связь, чтобы она работала со всеми экранами. Мы должны сделать это универсально. Давайте посмотрим, как вообще решаются задачи в программировании. И надо сначала рассмотреть вообще все интересующие нас кейсы. И если какие-то кейсы нас не интересуют, то о них вообще даже не думать. Нас конкретно интересует вот это. Запуск остановки preloader во время запросов, показ сообщений о результатах, закрытие текущего экрана и обновление данных текущего экрана. Вот помните звездочку? Она обновилась, и кнопки обновились. Вот мы это тоже должны поддерживать. Виды обратной связи – это callback, которые могут быть представлены этой структуркой. Callback по завершению flow. Flow to finish может быть с текущим flow, который открыт по DeepLink, и, соответственно, он закрывается. Но это самый распространенный кейс, когда мы то, что открыли, мы и закрыли. И в двух случаях это экран чата и экран объявлением. Это два кейса фактически, но мы их тоже решили универсализировать. Почему бы и нет? Также побочные действия – это модификация стоит на сервере, инвалидация данных. Мы не хардкодим логику, поэтому мы не знаем, что поменялось. То есть мы обновляем все. И старт, и стоп какого-то действия. Мы бы это все хендлили в презентерах. И если бы мы везде, конкретно каждое это действие хендлили, мы бы описали очень много boilerplate, а нам хотелось сделать вот что-то такое. Чтобы в презентерах была вот эта строчка, и она обрабатывала нам DeepLink, и чтобы и preloader отображались, и экранчики закрывались. Поэтому был сделан такой вот фасад, Internal DeepLinkHandler, такая утилка, которая инжектится в презентер. Есть еще и External DeepLinkHandler, он занимается своей спецификой открытия спушей, мы не будем его рассматривать. Не все так просто, недостаточно написать одну строчку, надо еще как-то связать это с текущим экраном. То есть текущий экран говорит, что делать. Что она делась по старту какой-то процесса, по завершению, и какая функция у нас перезагружает данные. И немножко навигации. Мы сделали эту тулзу, убрали boilerplate из презентера. В презентере осталось очень мало кода, а в этой тулзе на самом деле довольно дофига кода, и там куча оптимизаций, от которых мы просто абстрагировались. Мы этим не занимаемся, они в одном месте лежат. Также есть еще оптимизации, которые лежат в DeepLinkHandler Delegata. Как обновлять, стоит ли обновлять данные, то есть чтобы лишние прелоудеры не показывались. И получается, что callback идут по такому пути. DeepLinkHandler говорит, что он сделал делегату, то есть общается на языке, что только что сейчас произошло. В DeepLinkHandler Delegate куча методов есть, которые описывают всякие разные события и преобразуют их в действия, которые кормятся в тулзе нашей, и презентер уже отображает какие-то прелоудеры. Сейчас мы рассмотрим реализацию DeepLinkHandler. Мы будем рассматривать этот процесс. Человек открыл экран объявления и нажал на менюшку, нажал кнопку «Редактировать». Цены, кстати, нет. Там показался прелоудер. Мы вводим цену. Ну, а все, объявление изменено. Вот данные обновились. Теперь рассмотрим реализацию DeepLinkHandler. Это вот такой callback hell. Вот кто-то любит Rx, кто-то любит промиссы. Мы пока еще не решили, что нам больше нравится. Вот поэтому как-то так. Итак, что происходит? Редактировать объявление может только авторизованный пользователь, поэтому если пользователь не авторизованный, мы его пытаемся авторизовать. Показываем экранчики и авторизуем. Далее Handler сообщает, что он начал процесс. Это как-то в действие преобразовывается. Происходит процесс загрузки данных. По завершению делегату сообщается, что Handler закончил процесс. Далее мы говорим делегату, что мы показали экран, и мы точно знаем, что он никак не модифицирует стейт без нашего согласия. Это просто оптимизация. Лучше не думайте об этом. Мы поговорим о application модуле. Покажи экран редактирования. И вот как раз если мы отредактировали, мы сообщаем, что стейт поменялся, и нужно будет на предыдущем экране потом при показе обновить данные. Ну и делегат говорит, закончи flow, все, мы закончили редактирование. В заключение я хочу сказать, что о целях вообще этого доклада. Я хотел вам показать, что диплинкинг – это реально. В приложениях об этом, правда, мало кто говорит, но это вполне реально, вполне удобно. И еще такой важный момент, что мы, программисты, любим что-нибудь там повыдумывать, огороды погородить, архитектуру какую-нибудь навыдумывать. И да, управляемая навигацией гибкость – это модно, молодежно и весело. Но я хочу сказать, что это бизнесу тоже выгодно, нашему особенно, потому что у нас очень много логики, которые все хотят постоянно менять. Мы должны все это поддерживать. Спасибо за внимание. Я надеюсь, у вас будут вопросы какие-то. Я все не смог описать в одной презентации, иначе мы тут до вечера сидели. Так что спрашивайте. Давайте поблагодарим Артема. Классный доклад. 63-й экран. Там у меня начал дергаться глаз. И мне хотелось спросить, а вы не пробовали использовать там, не знаю, прамисы для этого добра? Да, 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 я знаю. Мы как раз об этом сказал. Ну, мы думаем, конечно, на этот счет, но пока что-то задач так много у нас, что мы думаем больше о задачах. Но я, конечно, очень хочу как-то реактивность привнести. У меня несколько вопросов. Первый. Вы как-то обрабатываете ситуации, когда у вас какая-то версия приложения предыдущая, в новой версии добавляете новый диплинк, добавляете его обработку, с бэкэнда приходит эта новая кнопка, а в старой версии она не обрабатывается. Но она показывается. То есть получается нерабочая кнопка. У нас есть такой пример. Я недавно обнаружил, что очень легко можно с айфона экранчиком показать. Мне это очень понравилось. Поэтому я сейчас это буду делать. Вот, смотрите, вот этот вот список. В нем есть кнопки. Вот эти вот кнопки, в них есть диплинки на поиски с какими-то параметрами. И в нашей версии приложения под iOS мы не поддержали список магазинов. А в Android это поддержали. Соответственно, кнопку мы не показываем. Также я сделал… Вот эти вот кнопки тоже, в принципе, если диплинки мы не можем открыть, они будут серенькими. То есть мы такие кейсы тоже обрабатываем. То есть вы как-то перед тем, как показать кнопку, проверяете, есть ли у вас зарегистрирован какой-то хендлер на этот диплинк и может ли вы его обработать. Да, ну мы всегда так делаем. Понятно. Следующий вопрос. Вот вы показали свой собственный механизм регистрации паттернов для диплинка. Почему решили свой написать вместо, например, Jailroads, который это уже хорошо делает? Какой? Jailroads. Что это? Это достаточно популярная библиотека, по-моему, для регистрации паттернов для диплинков. Не слышал об этом. Ну, мы обсудим Jailroads. По поводу навигации. Вот, например, у вас есть какая-нибудь… Вы сейчас на экране списка объявлений. Вам приходит диплинк какой-то из пуш-уведомлений или юзер просто открывает диплинк на редактирование какого-то конкретного объявления. Вы показываете, как вы реализуете обработку глубокой навигации. Вы показываете промежуточные экраны, например, что он со списка переходит на экран объявления, потом в экран редактирования, либо вы сразу показываете модально как-то экран редактирования? У нас есть такие сложные навигации, то есть юзер находится на экране объявления и ему приходит пуш-уведомление на чате. Интересно, у меня тут есть какие-нибудь? Нет. И юзер фактически попадает вот сюда, меняется таб. Я не помню, как это все анимируется, но, наверное, все это красиво сделано. То есть, когда он выходит с чата, он на другом табе находится и обратно может вернуться на поиск. А как вы сохраняете стейт этой навигации, когда вам нужно перейти из одного экрана на другой экран? Об этом будет следующий доклад по нашей чудесной системе навигации маршрут, которая все это абстрагирует от нас. Спасибо. Делается это круто. Меня интересует вопрос, используете ли вы какое-то решение для DI в свифте? Нет, не используем. Мы через конструктор инжектим. Давайте еще раз поблагодарим Артема за доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ НАПЛОДИСМЕНТЫ